Привет! Коронавирус в России официально фактически закончен, потому что президент Путин объявил о том, что 24 июня пройдет парад победы. Да, не 9 мая, но тем не менее танки будут грохотать. И танки будут грохотать, очевидно, не только по брусчатке на Красной площади. Вопрос, куда они дальше поедут или часть их друзей уже до этого парада будут направлены на восток Украины. Дело в том, что, насколько я понимаю, российские федеральные каналы и не только федеральные получили указания из Кремля максимально включить тумблер на позицию ненависть к Украине, мочить Украину. И связано это с чем? В первую очередь, чтобы отвлечь внимание рядового российского гражданина от последствий коронавирусной заразы. И теперь возникает самый главный вопрос. Будут ли активные действия или это только бла-бла-бла? Я решил этот вопрос задать пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Он вышел из больничного и провел первый конференц-кол с журналистами спустя длительное время. Дмитрий Сергеевич, Символик Роман, агентство УНИАН. Присоединяюсь к пожеланиям скорейшего выздоровления. И у меня тот же вопрос... Всегда нужно оставаться человеком. Хотелось бы, чтобы люди, которые с другой стороны линии фронта, тоже исповедовали этот принцип. Связанный со здоровьем и жизнью, в принципе. В конце прошлой недели представители отдельных районов Донецкой и Луганской области заявили о намерении передвинуть в сторону Киева линию соприкосновения. И, собственно говоря, вопрос. Поддерживают ли в Кремле такие намерения? Ну и, может быть, если поддерживают, будут ли содействовать? Как вы понимаете, дипломатично задавать вопросы я тоже умею. Потому что, ну, во-первых, не представители отдельных районов Луганской и Донецкой областей, а российские боевики и их, кто там, гауляйтеры и коллаборанты. Это, по-моему, очевидно. Потому что люди, которые сейчас в Луганске и Донецке, они не представляют эти регионы. Они являются ставленниками Москвы. И если они являются ставленниками, естественно, они не могут выступать со своими частными инициативами. И то, что сейчас вот объявил Пасечник, он на желание отодвинуть от Луганской линии соприкосновения, о том, что там этот МММщик грозит перевести народную милицию в боевую готовность и так далее, и так далее. Мобилизация. Ну, в общем, пугают они себя или нас. Еще непонятно. Но смысл в том, что вот эти вот ребята, которые делают свои заявления на фоне российских флагов, будучи российскими гражданами, и вроде бы как это логично, только территория Украины это, и здесь, конечно, с логикой уже не очень. Так вот, эти товарищи, они не имеют никакого отношения к российской военной группировке в Луганске и Донецке. Эти боевые подразделения подчиняются российским военным. И, соответственно, согласитесь, вопрос на тему, будут ли их провожать на смерть и войну российские представители из Кремля, он как бы не праздный. Но ответ такой, достаточно лаконичный. Мы уже говорили, что мы обеспокоены продолжающимися обстрелами с украинской стороны. Мы все видели результаты этих обстрелов и видели, что эти обстрелы, к сожалению, имеют тенденцию к интенсификации. Слово сочетания «мы все видели», «мы это кто?» ОБСЕ, как вы знаете, на россияне, на оккупированный Донбасс сейчас не допускают, объясняют это коронавирусной заразой. А дальше об этом поют исключительно на российские средства массовой информации. Я не исключаю и говорю, что там нет обстрелов, потому что, как известно, на военторг работает нон-стоп. И страна, которая симпатизирует гауляйтерам, которая, собственно говоря, их и породила, туда отправляет оружие и боеприпасы без остановки. И об этом, собственно, сам Путин говорит. Но получается, что в Кремле решили не дистанцироваться от того, что транслирует российское государственное телевидение. И это интересно, потому что здесь, как бы, они всецело на стороне Роспропаганды. А как будет дальше, в этом видео вы узнаете. Это вызывает непосредственное приводие к тому, что ситуация угрожает жизни жителей самопровозглашенных республик, которые живут в зоне соприкосновения. Не уверен, что представителям России есть дело до жителей оккупированных территорий. Территорию уже оккупировали, теперь все, они теперь молчат там на русском языке. Но вот этот момент, жители кого? Самопровозглашенных республик. Слово-маркер. Значит, никакого мира не планируется. Запомните это и Зеленскому передайте. И, конечно, это не может вызывать общей беспокойности. Поэтому, конечно, вполне понятна такая жесткая и острая реакция представителей самопровозглашенных республик. Ситуация действительно неспокойная, нестабильная и вызывает обеспокоенность. Танцы с военным бубном на куперном Донбассе Кремль понимает. То есть, относится с этим пониманием. То есть, перевожу с дипломатического на русский. И с пониманием, в данном случае, если учесть, что они контролируют эту территорию, значит, это не ошибка. Они это поддерживают. Кремль поддерживает перенос этой линии соприкосновения? Или вы каким-то образом будете на них влиять, чтобы, соответственно, этого не происходило? А перемещение это же новые жертвы. Ну, а что? Нам же говорят, что Россия гарант минских соглашений, посредник и бла-бла-бла. Еще говорят, что Москва имеет влияние на оккупированные территории. Какие же они иногда бывают скромные? Ну, а что мы слышим? Ответа, кажется, нет. Будут они прямо говорить? Давай на Киев! Ну, как обещал Соловьев. Он же там чего там хотел? Киев 1 подписать? Вместо Минска 3? Это называется все отвлечение внимания, чтобы не думали о коронавирусной заразе. Но мы здесь тоже не лайком шиты. Мы раскусили планы Кремля. Все вместе. По-моему, это повод подписаться на канал. Кремль является сторонником выполнения сторонами взятых на себя обязательств. Кремль является сторонником, в первую очередь, прекращения обстрелов территории, где живут гражданские лица. И вообще обстрелов территории самопровозглашенных республик. Как должен действовать посредник? Ну, настоящий. Он должен формулировать свою позицию таким образом, что мы хотели бы, что война бы прекратилась, чтобы не было взаимных обстрелов. Но слышим от высокопоставленного представителя Кремля, что он хочет, чтобы Украина не стреляла. А насчет российских гауляйтеров он ничего не говорит. И, наверное, это, кстати, не совпадение. Это просто такая настоящая жесткая позиция. Мы считаем, что это недопустимо. И это во многом портит перспективы налаживания предсказуемой ситуации мирной жизни. Я тоже так считаю. Никаких особых перспектив для налаживания мирной жизни нет. Нет, потому что россияне, ну, хотят продолжать дальше кошмарить Донбасс. Ради чего? Ради русского мира. Чего там? Величия Путина. Для того, чтобы о коронавирусной заразе россияне меньше думали. Ну и вообще, как бы, надо же как-то показать кузькину мать этому Трампу или Байдену, если его выберут. Но здесь это не главное. Главное, что они хотят продолжать сохранять контроль за украинской территорией. А значит, нести туда горе, смерть, бедность, отсутствие прав человека. Наверное, в Донецке уже забыли, что можно жить без комендантского часа. А оказывается, можно. Можно. Извините, вы все-таки на вопрос не ответили. Просто это же, ну, как бы, если они это будут реализовывать, то это, ну, как бы, мы вернемся в 15-й год. И вот хотелось бы услышать все-таки ответ. Кремль за или против? Передвижение линии соприкосновения. Кстати, это же, кажется, Минским соглашением противоречит. В данном случае Кремль это уже не заботит. А какой ответ? Я вам ответил на вопрос. Мне нечего добавить к уже сказанному. Спасибо. Не очень убедительно. С другой стороны, понятно, что Москва, как бы, не собирается влиять на республики. Потому что она, собственно говоря, и сама дает соответствующие приказы. Но на то он и первый конференц-кол после длительного перерыва, чтобы выяснить ситуацию и картину в комплексе. Потому что за время болезни Дмитрия Сергеевича произошло очень много событий. И да, нашего президента называют нацистом. Президента Зеленского. Мне, например, очень это неприятно. Я, конечно, жду, когда его будут называть антисемитом. Но пока нет. Пока остановились эти товарищи исключительно вот на такой лексике. Лексике войны. Позволите еще один вопрос, чтобы для понимания. Вот последнее время, ну, фактически с того момента, как вы ушли на больничный, российское государственное телевидение в отношении Украины начало использовать активно слово нацист. Зеленский нацист, ну, и там другие представители Украины. Вот я хотел вас уточнить, с чем это связано? И, ну, собственно говоря, разделяет ли это мнение, эту характеристику украинскому руководству в Кремле? Ну, с этим совсем просто. Это несложно напомнить. Он президент-нацист. Он идет с нацистской символикой. Он забыл о своих еврейских корнях. А почему? Я, честно говоря, не слышал, чтобы Зеленского называли нацистом. Ну, я не знаю, правда, кто, но, собственно, у нас много горячих голов на телевидении. Вот она, самая горячая голова. Поэтому и на телевидении, помимо официальной позиции, высказывается много и неофициальной позиции, личных соображений, аналитиков, специалистов, свидетелей тех или иных событий. Аналитики, специалисты и свидетели событий на Донбассе – это точно не к этому случаю. Потому что говорящие рты о Донбассе, они за Садовое кольцо не выезжают. Ну, разве что на дачу. Но это тоже не Донбасс. Потому что это язык войны, это важно разобраться. Они все-таки занимаются отвлечением внимания или готовятся к тому, что будут бомбить Киев, Харьков, Одессу, ну, и другие города. Ну, как бы, чтобы их освободить от Украины. Да, вы же знаете, как бы, что если человек погиб от российского снаряда, то он кем был? Ну, правильно, бендеровцем. И не важно, что это в Донецкой области. Ну, слушайте, скажем так, общественная реакция на обстрелы мирного населения. Общественная реакция на государственном канале. Причем об этих обстрелах сообщают, опять же, эти государственные каналы. Ну, какое-то безотходное производство. То есть, вращение вот этих вот смыслов по замкнутому кругу. Им действительно особо и не надо знать и выезжать на Донбасс. Хотя, конечно, они там присутствуют. Это тоже факт. Жесткая общественная реакция. Резкая общественная реакция. Она понятна. И она неизбежна. И она будет продолжаться. Реакция понятна. И вот оно, ключевое слово. Она будет продолжаться. То есть, вот одним таким словосочетанием Кремль официально дал добро или дал команду продолжать мочить Украину. А Украина, это мы все. Это и Зеленский, и даже Порошенко. Нет, конечно, Медведчука это не касается. Но, по большому-то счету, это о нас всех. Хотелось бы, чтобы и жители Украины это тоже понимали именно так. Спасибо. А что касается отношения к украинскому народу, вы знаете, это отношение никогда не менялось, по крайней мере, в нашем стране. И это отношение глава государства никогда в себе не меняет. Вы это тоже знаете. Благодарю вас. Ну, отношение президента России к Украине, оно вообще очень спорное. Потому что он говорит всегда об одном народе. И добавляет, что часть нашего государства, это часть России. То есть, им Крыма и Донбасса мало, они хотят еще. Ну, и есть люди, конечно, которые занимаются реализацией этих планов. Но, если отношение к украинскому народу не менялось. Это важное заявление. То есть, мы типа вроде как братья, да? То есть, нас как бы стрелять в нас не надо. Потому что мы братский народ или один народ. А Зеленский нацист, да? Ну, про Порошенко вы тоже знаете. Но дело в том, что и Порошенко, и Зеленского выбрал украинский братский. Или один народ. И здесь уже этих ребят это не устраивает. Это, мне кажется, хороший повод поразмыслить для любителей русского мира в Украине. Которые продолжают его звать в Киев. Ну, и не только в Киев. В общем, будьте бдительны. Украина была ей и будет. Читайте агентство Нян. Подписывайтесь на мой супер YouTube канал. Чао.